Открытая студия Открытая студия Открытая студия «Конкурс с незабываемой атмосферой творчества и дружбы». Да, здесь нигде не ошиблись. В общем, что это за конкурс, почему он проходит уже в одиннадцатый раз, а мы о нем рассказываем в первый, за пять лет существования открытой студии. Все это мы хотим от вас узнать, естественно. Пройдет у нас в следующих выходных, правильно? Да. Ну, нужно сказать, что душу России мы будем рассматривать через призму хореографии. Потому что конкурс как раз-таки является именно хореографического творчества, куда приедут не только коллективы из Мурманской области, но это, наверное, такие самые сильные коллективы, все, кто заявились на конкурс, все, кто прошли отборочный этап. И также к нам приедут гости из Рязани. Нам, конечно, очень хотелось, чтобы их было побольше, но есть своя такая транспортная логистика, не сложилась. Но сам конкурс, он объединяет не только такие маститые коллективы, которые носят звание народный образцовый самодеятельный коллектив, но и кружки и любительские объединения. Мы это сделали целенаправленно, вот как раз-таки для того, чтобы создать вот ту самую незабываемую дружескую атмосферу, и чтобы начинающие танцоры могли уже посмотреть на тех, которые занимаются уже много лет, и как раз-таки вот звание, коллективы со званием, народный образцовый самодеятельный коллектив, они всегда являются образцом для подражания. Подождите, на секундочку вас остановлю, ну, даже не на секундочку, а на, скажем так, вы сейчас задали определенную структуру для беседы, потому что, исходя из буквально каждого вашего тезиса, у меня в голове автоматически возникает следующий-следующий вопрос, я очень боюсь, что мы в потоке информации потеряемся, и попробуем все это более аккуратно укомпоновать. Во-первых, как я уже отметил, об этом мне сообщил опускающий редактор, о том, что конкурс проходит в одиннадцатый раз, это правильно? Да, конкурс проходит в одиннадцатый раз, но он не ежегодный, он проходит раз в два года, поэтому вот, в принципе, история у него уже действительно достаточно долгая. Ну, так что с нулевых годов, получается? Да, да, да. Это традиционный конкурс для нашей области, а в этом году мы сделали его межрегиональным, и очень рады, что вот два коллектива из Рязани... Благодаря этому расширилась география коллективов. Логичный вопрос. Первый, а почему раз в два года? Вы знаете, у нас есть определенный график работы. Конкурсов, на самом деле, во Дворце культуры проводится много. Их очень много просто. И просто нереально провести каждый год одно и то же. Поэтому один год мы проводим, исследуем народный танец, а второй год мы исследуем современный танец. То есть работа, получается, в постоянной динамике? Да, да. И только контент, наполнение, так сказать... И у коллективов есть возможность подготовиться, создать новые номера, одеть их, что немаловажно, подготовить младшие группы и показать их. Второй вопрос, который любопытен, я думаю, всем, кто сейчас присоединился к эфиру, это межрегиональность. Я в этом году для себя, как человек, который по специфике работы часто общается с организаторами, представителями совершенно разных сфер и профессий, от Дворцов культуры и художественных учреждений, заканчивая какими-то частными компаниями, обратил внимание, что в этом году все обретает больше масштаб. Это тенденция не этого года, но как только мы вышли из пандемии, ну, в каком-то виде, в какой-то степени, как будто бы все набрали полную грудь воздуха и начали творить. И всем захотелось общаться. Всем захотелось общаться, всем захотелось увеличение масштаба, всем захотелось в хорошем смысле, сейчас, хоть из достаточно излишней художественной оборот, всем захотелось эпичности в обыкновенные вещи. И небольшие фестивали превратились, точнее, небольшие мероприятия превратились в большие фестивали, а какие-то локальные события начали разрастаться географически. То, что в этом году «Душа России» стала межрегиональным, это тоже дань, вот не то, что дань, а такая условная ход в ногу с тенденцией, или была давно задумка приглашать танцоров из других регионов, просто по ряду причин не получалось сделать? Вы знаете, на самом деле, это давнишняя задумка. В этом году так, ну, прекрасно сложились звезды, что и у нас есть возможность пригласить творческие коллективы, ну, и вот у ребят есть тоже возможность, и главное, желание приехать. Желание было приехать еще у нескольких коллективов, но вот повторюсь, там... Да, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Своим, такие, транспортная логистика, ну, не позволила им в этом году приехать, но они уже, так сказать, застолбили за собой право приехать. И расширение еще чем хорошо, коллективы, которые не имеют звания из маленьких населенных пунктов, у них нет возможности выехать на крупные конкурсы по России. Потому что они могут быть очень талантливы, но они еще не знают. Да, и мы стремимся к тому, чтобы, скажем так, привести такой крупный конкурс и крупные коллективы к ним. То есть они участвуют вместе с ними на одной сцене, и в то же время они находятся в своем регионе, у себя дома. То есть получаются абсолютно все выигрыши. Ну, в первую очередь, конечно, зрители. Несомненно. Потому что там будет происходить нечто удивительное. Я, знаете, никогда не вчитываюсь буквально слово в слово, букву в букву, чтобы тоже не потерять вот этот замечательный эффект новизны, который ожидает тех, кто слушает нас и смотрит в прямом эфире. Но то, что я бегло увидел, вызвало абсолютно искренне неподдельный интерес во мне. Думаю, мы еще успеем сегодня об этом поговорить. А плюс-минус о том, какова история конкурса и как он добился статуса, это просто очень важно, я это подчеркиваю. И, наверное, еще не раз сегодня скажу, но межрегиональность все-таки выводит мероприятие на несколько иной уровень. Да, конечно. И это наводит на мысль о том, что масштаб, если все пройдет хорошо, а, насколько я понимаю, раз конкурс уже в 11 раз проходит, значит, нет поводов сомневаться, что и в этот раз все пройдет хорошо, то качество, количество и эффект, в данном случае эффект, оказанный на молодые коллективы, которые еще неизвестны, он тоже будет кратно расти. Это здорово. Ну, мы на это однозначно надеемся и даже уверены в этом, потому что конкурс каждый год, вот все 11 раз, сколько он проводился, ну, 10 раз, да, при этом. Давайте так, все-таки в контексте беседы удобно говорить каждый год, поэтому мы уже обозначили нюансы. Да, каждый год. Вот мы видим, во-первых, рост, творческий рост наших коллективов. Мы иногда встречаются какие-то, ну, звездочки, которых, ну, вот они прям заходят, восходят на небосвод именно в рамках конкурса. И это очень приятно, потому что задача Дворца культуры на сегодняшний момент, как методического центра, это обеспечение развития жанров творчества в Мурманской области. И чтобы каждый коллектив знал и понимал, вот у него есть рейтинговый конкурс, он обязан на него приехать, но он еще и должен, ну, вот, показать себя хорошо. Поэтому... Как любопытно, а я всегда думал, что Дворец культуры ставит перед собой задачу сохранения. Развитие. У нас много задач всегда стоит, да, на каждом конкурсе. Да, понимаете как, мы не то, что вот просто сидим и храним. Хранить это немножечко, ну, вот как бы вот на мешочке мы сидим, и так вот он где-то завязан на замочек, да, и все. А вот развитие, это как раз-таки показать, как сегодня народный танец трансформируется, как интересен ли он сегодня молодому поколению. А так как в творческих коллективах это детки, ну, я не знаю, вот они туда приходят три года и начинают заниматься. И они занимаются все это время, например, только народным танцем, потому что есть и такие творческие коллективы. Им это интересно. Немножко перебью, у нас участники от восьми лет на конкурсе будут представлены до шестидесяти пяти. И это все полноценные артисты, да, которые работают в полную силу, и очень многие коллективы у нас, ну, я думаю, их можно сравнить с профессионалами. А разве можно по одной структуре оценивать коллектив, в котором ребятам... Нет, конечно, поэтому у нас есть разные возрастные категории. У нас приглашены члены жюри, специально подобранные таким образом, чтобы адекватно оценивалась традиционная народная хореография, сценическая народная хореография, стилизованная. И специалисты у нас есть по детской народной хореографии. Поэтому мы специально охватываем вот так вот все эти направления, чтобы и коллективы получили адекватную оценку, и жюри посмотрели, и каждый в своем направлении могли дать какие-то советы потом коллективам. Ну вот, кстати, о членах жюри нужно сказать отдельно, поэтому, Ирина, я вас прошу прямо вот анонсировать, кто эти люди. Так, члены жюри. Тихонов Александр Александрович, это солист государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, город Москва, народный артист Российской Федерации. Верещагин Даниил Владиславович, Нижний Новгород, заслуженный работник культуры, член экспертного совета дельфийских молодежных игр, куратор профиля хореография кафедры изящных искусств Мининского государственного университета, он же заведующий отделением хореографического творчества Нижегородского музыкального училища имени Балакирева и художественный руководитель и постановщик заслуженного коллектива «Ракета». И третий член жюри, это наша соотечественница Евдокимова Юлия Сергеевна, артистка нашего любимого ансамбля песни и пляски краснознаменного Северного флота, и она же педагог детской школы искусств номер 3 города Мурманска. Исходя из времени, затраченного сейчас на перечисление регалий господина Верещагина... Без этого, к сожалению... Безусловно, это я ни в коем случае не в негативном ключе. Я сразу ведет понимание того, что помимо того, что, простите за тавтологию, а жюри очень компетентно, оно еще и будет невероятно строго оценивать. Ну, то есть совершенно точно, что планка, которая стоит у жюри в голове, то есть их опыт, их понимание, они не позволят превратить конкурс в самодеятельность. Вы знаете... Мы к этому готовы. Абсолютно, мы на это как раз-таки и нацелены, потому что вот такие люди, они приезжают, они, ну, не знакомы с нашими коллективами творческими, да? Вот как раз-таки наши гости из других городов, и у них будет взгляд, ну, совершенно непредвзятый. Иногда вот глаз замыливается, и мы не видим каких-то тонкостей, да, потому что мы уже привыкли к этим людям. А здесь это будет абсолютно честное судейство, потому что все, вот мы вас видим первый раз. Вот сейчас... Но это при том, что среди участников будут и люди, которые посвятили там половину своей жизни профессиональному танцу, и новички. Да, конечно. Да, все вместе. Они тоже будут распределяться под категории, или выходя на сцену, они прям все на равных? У нас, более того, у нас есть две категории, как раз коллективы без звания и коллективы со званием. У них отдельные наградные линии. То есть в каждой этой категории участники получают свои дипломы лауреатов первой, второй, третьей степени, и идет разделение по номинациям и по возрастным категориям. А может случиться такое, что выйдет какой-то коллектив, у которых нет ни звания, ни регалий, и они просто настолько, я не могу так на эту тему не пошутить, но это душа России, они настолько порвут душу со своим танцем, что они перейдут в какую-то другую категорию. А мы очень любим такие моменты. И конкурсы, да, они часто преподносят сюрпризы, часто вырываются коллективы, о которых, в принципе, уже как-то, ну, подзабыли как о призерах, скажем так. А бывает такое, что это же, понимаете, ежесекундное оценивание, ежемоментное. Тем более, опять же, как сказала Екатерина Валерьевна, жюри не знает наших коллективов. И поэтому получается часто так, что коллектив вышел хороший, сильный, но не дотянул, скажем так, до призового места. И они, соответственно, его не получают. Вы знаете, вот подобные конкурсы, почему они считаются у нас рейтинговыми? Почему они считаются рейтингами? Об этом мы узнаем по завершению рекламного блока. А то мы к нему подошли сейчас, и не хочется вас на полусловия потом перебивать. Давайте сделаем так. Две-три минуты, мы с вами передохнем. А я порекомендую зрителям и слушателям не переключать FM-волну и свой телеканал. По завершению короткого рекламного блока мы с огромным удовольствием продолжим беседу. Продолжает говорить и показывать открытая студия совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанцию «Рекорд». Я ее ведущий Николай Дукмас. Напомню, в гостях у нас сегодня заместитель директора Мурманского областного дворца культуры и народного творчества не имени Кирова Екатерина Крюкова и ведущий методист, соответственно, на дворце культуры Кирова Ирина Секурцева. Хочу дать вам возможность договорить ту фразу, тот эпизод, который пришлось слегка оборвать из-за того, что мы подходили к рекламному блоку. Вы начали объяснять, почему это именно рейтинговый конкурс, если не ошибаюсь. Да. Но я хотела сказать, что рейтинговый конкурс обозначает именно то, что все коллективы, которые имеют звание, они должны принимать участие в конкурсе. Но есть еще и коллективы, которые вот в своем творческом порыве уже пришли к тому, что они готовы получить звание образцовый или народный самодеятельный коллектив. Ну, у них его еще нет. Его еще нет. Так вот, показав себя на конкурсе, зарекомендовав себя и получив еще и какой-то, возможно, диплом, дипломанта или лауреата, это, в общем-то, уже такая вот путевка именно к тому, что этот коллектив обязательно получит звание. Это очень важно. То есть за минувшие 20 лет, ну, я уже буду округлять, да, у нас все-таки примерно столько и прошло. А есть коллективы, для которых это был именно старт тот самый? Да, конечно, я думаю, это так точно, просто сейчас, на данный момент мы не назовем название, но... Этого и не требуется у нас, у нас с вами программа не про статистику, а просто про понимание вопроса. В том числе это интересно было узнать еще и потому, что фраза, которую вы отметили, я ее пока в голове у себя держал в первой половине программы, на тему того, что дворец культуры должен все-таки развивать, вы тоже поддержали, естественно, эту мысль, развивать направление, и был тезис, о том, что насколько молодежи, современное народное творчество, народное искусство в любом его проявлении, ну, и конкретно в рамках нашей с вами беседы танца, интересно. И в связи с этим хотелось бы дополнительно задать вопрос, очень простой, и для многих сложно одновременно, а действительно насколько? Ну вот я не говорю сейчас про те коллективы, которые давно в этом всем варятся, давно в этом участвуют, они понимают, что им дадут эти регалии, в том числе я говорю о тех, кто вот сейчас услышал о том, о чем вы говорите, и думает, ну, эх, я в этом году зря заявку не подал, надо, видимо, еще через два года будет поучаствовать, может быть, это тот самый шанс. А кто-то сидит по ту сторону экрана или радиоприемника и думает, конкурс народных танцев, молодежь это сейчас, мы же видим молодежь на улице, вот они у торговых центров, вот они с блютуз-колонками, там играет совершенно ненародная музыка, и они исполняют какие-то другие танцы, что-то ерунда какая-то. Вот у нас есть с вами возможность сейчас либо развеять этот миф, либо подтвердить горькую правду о нем. Давайте это сделаем. Ну, вы знаете, конечно же, дети разные, и, конечно же, когда они находятся дома в своей обычной жизни, то, возможно, они слушают, да не то, что возможно, а точно они слушают современную музыку. Но насколько сейчас развивается народная, например, песня, именно в стилизации, сколько диджеев сегодня готовы, и это уже делают, берут народные ритмы, и какие-то шедевры получаются, очень интересные, динамичные. И вот как раз-таки такую музыку тоже берут для создания танца. Вот для этого и есть как раз номинация «Стилизованный народный танец», где рассматривается не только музыка, она не должна быть такая классически народная, она должна быть с битом каким-то, но и движения там идут уже не совсем народные, она на народной основе, да? То есть это допустимо, когда народный танец вам дает базу, а дальше ты наслаиваешь свое творчество и воображение, и другие знания. Знаете, мы говорим так, вот традиция, она должна давать, вот развивать такую фантазию, хорошую человеческую, творческую фантазию. И это абсолютно правильно, это интересно. Поэтому молодежь, молодежь, может быть, и не слушает, повторюсь, в повседневной жизни, но они с удовольствием бегут на занятия, и даже вот те, которые есть где-то там с блютуз-колонкой, ведь вы же не знаете, что он делал час назад, где он был час назад. А я вам скажу, например, абсолютно точно, вот наши мальчишки и девчонки, на них вот так вот посмотришь, абсолютно нормальные, адекватные такие ребята, современные. Стилевые. Конечно, абсолютно. Еще какие-то. Но когда они выходят на сцену, а ведь, кстати, вы знаете, что основа движений для брейка, например, это народные танцы. Да, 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 это все народные танцы. У нас столько примеров, когда... Казачья буза, да, все эти нижние трюки, это боевое искусство. Когда мальчишки, они просто, вот они провели свое детство в народном танце, потом просто перешли в брейк. И они там лучшие, как правило всегда. Вот, поэтому здесь есть те ребята, которые абсолютно искренне это любят. Ну, а наша задача, конечно же, чтобы, ну, таких было побольше, чтобы ребята приходили еще и смотреть. Ну, вот мы и просим своих подопечных, ну, я думаю, что это каждый руководитель коллектива, что приглашайте своих друзей, своих одноклассников, приглашайте на концерты. Ну, радует то, конечно, что основной репертуар в коллективах народных, там и стилизация делится пополам, и традиционный народный. То есть педагоги делают такую хитрость, чтобы удержать ребят на основе традиционного танца. Да, они потихоньку вводят иногда стилизацию, когда видят, что ребята, ну, скажем так, загрустили слегка. Но, во-первых, у нас в конкурсе очень много подростковых, и юношеских, и молодежных коллективов, очень много, и даже взрослых. И что особенно нас радует, в большинстве из них сильные и многочисленные мужские составы. То есть парней у нас много. И хочу сказать многим слушателям, зрителям, кто, может быть, не в курсе, парни-народники гораздо сильнее спортсменов. Во-первых, у них нагрузка распределяется равномерно. Абсолютно равномерно, да. То есть они накачаны, скажем так, у них руки и ноги, они поддержки делают с девочками. У них очень много трюков, у них очень много сальто, всяких фляков. То есть это парни серьезно, физически подготовленные. И, как правило, они морально такие очень сильные ребята. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, как человек, который хотя бы несколько лет своей жизни посвятил народному танцу, может со скамейки в прыжке сделать шпагат и приземлиться как бы настолько перышком и гравичи, что будто бы ничего и не было, он полностью понимает то, о чем вы говорите. Вот за этим и стоят тяжелые физические нагрузки. Да, 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 безусловно. Важный момент с точки зрения развития физиологии. Я очень рад, что вы эту тему тоже подняли. Мы сегодня вроде бы не в этом направлении, но действительно важно. Ведь когда мы развиваем направление народных искусств, мы чаще говорим о аутентике, мы говорим о душе, мы говорим о нашей знаменитой русской идентичности, о которой мы сейчас по многим причинам говорим еще сильнее, чем когда бы то ни было. Но забываем такой важный нюанс, который на чаше весов многих может склонить гораздо быстрее, чем все вышеперечисленное. Это, простите, простыми словами, физуха, которая нужна всем. Абсолютно всем. Не только с точки зрения эстетики и красоты, но и в первую очередь с точки зрения здоровья. И у нас есть такие понятия, как эстетика женственности и эстетика мужественности, что сейчас я считаю необходимы. Как раньше всегда можно было народника определить по осаду. Да, да. И всегда пара в народном танце, как мы говорим, это всегда о любви. То есть мальчик с девочкой учатся, как смотреть друг на друга. Мальчик ее там поддерживает под локоток, поворачивает вокруг себя. То есть формируется здоровое, правильное отношение в паре. И сколько таких сформированных коллективов подали свое, изъявили желание поучаствовать? Ну, на этапе отборочном первом, когда у нас были видеоотсмотры, у нас заявилось 57 коллективов. Это более тысячи участников. Это просто обалдеть. Да. Хронометраж у нас составил 8 часов. То есть мы 8 часов только отсматривали. Потом мы еще обсуждали, жюри у нас там все это выясняло, кто пойдет дальше. И в итоге к нам приедут 40 коллективов, 80 номеров. И всего это будет 597 участников. Только танцоров. Минус 10 заявок, и получается минус практически полтысячи участников. Такое чувство, что вы отсеяли самые большие коллективы. Ребята, давайте нет, у вас слишком много. Нет, дело в том, что коллективы подавали, особенно в видеоотбор, очень много номеров. Поэтому они подавали номера, например, младшей, группы свои средней, старшей. Мы старались максимально провести коллективы. Но, допустим, от одного коллектива один номер или два. То есть таких самых выдающихся. Опять же, у нас жюри это тоже люди. Им тоже важно, чтобы на сцене все было красиво и разнообразно. И потом у нас же будет гала-концерт, и мы хотим представить все виды народной хореографии. Вы можете не объяснять. Конкурс – это не собеседование. На собеседование вы обязаны выслушать каждого кандидата, если вы об этом заявили. И неважно, насколько это будет зрелищно, на какая будет подача, вам важна только компетенция человека. Ну, в зависимости от того, на какую работу вы его собираете взять. Конкурс – это конкурс. Он подразумевает шоу. Он подразумевает какую-то эффектную подачу. И если это все происходит в комбинации с мастерством, с талантом, с искрой, и, конечно же, с степенью удачи и везения, тогда получается, что в восторге все. Это важно. Ну, вот как раз-таки про эффектную подачу. Если уж мы начали говорить про галоконцерт. Галоконцерт мы начинаем с этнодефиле. Это уже такой творческий номер, который уже опробирован на нескольких площадках города Мурманска, непосредственно в Дворце культуры, на площади Пятиуглов 12 июня. Мы взяли... Это аутентичные старинные костюмы, которые... Музея народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край». Да, да, да. И наши ребята, ансамбля «Танца радость», они переодеваются, даже не переодеваются, а облачаются в эти наряды. Это очень длительный процесс. Это безумно длинно. Долго вот это все, потому что правильно надеть. И дальше именно как раз-таки под современную стилизованную музыку Дмитрий Смирнов, наш балетмейстер ансамбля «Танца радость», он сделал такую композицию. Она, знаете, напоминает такой вот как... Жанровые зарисовки такие. Из жизни какой-то деревни, например. Здорово. Вот где люди выходят, вот здесь они просто гуляют. Смотрите, у нас дефиле превращается в около театрализованное шоу. Да, именно. После чего у нас конкурс превращается в эдакий фестиваль взгляда, вкусов и смежения поколений. И все это проходит в течение двух дней. 18-го и 19-го. И мы видим, как в этих костюмах преображаются наши дети. Вы знаете... Им это очень нравится. Вот эта прям фраза, пускай она будет черным маркером нашей беседы сегодня подчеркнута, но, естественно, по-белому. Потому как я вижу, как округляются глаза нашего линейного ведущего. Он всеми силами пытается намекнуть, что у нас уже нет времени. Ему с обратной стороны маякают, что пора уходить. А мне очень жаль, что мы не успели с вами пройтись по всем вопросам. Но, тем не менее, те, кто не знал о мероприятии, или, может быть, по каким-либо причинам не был заинтересован, уверен, после нашей с вами беседы сейчас этот интерес возгорелся с новой силой. Лично мы будем следить за развитием событий. Я очень рад, что вы нашли время на старте недели прийти и рассказать нам это все. Было очень увлекательно. Спасибо вам большое. На этом, к сожалению, все. До свидания. До свидания. Всего доброго. Открытие студия Редактор субтитров А.Семкин